вот так я сделал аппарат сейчас хочу провести тест 1875 катушки ellipse как она просто видит цели золотые цели у меня уже подготовлены это вот сережка громовая крестик громовый вот эти все кулончики квадратный кулончик потом круглый кулончик ellipse это все вот по грамму вот колечко грамм и вот этот крест он дут и полтора грамма но он большого размера да вот видно капсулы 50 сантиметров вот как катушка это видит а на канале у меня есть тест квест из x10 как он их просто видит там не не очень сильно такие сантиметры ловили просто тест по воздуху вот вот это в принципе все вот эти сложные цели громовые которые большинство валяются на пляжах вот в воде на купалках их обычно теряют и вот как видит прибор в общем вот что у меня идет по настроечкам быстренько пройдемся вот чуйка у меня стоит на 27 а такие вот звук 27 что было слышно это 99 у меня стоит полифония в общем такие настройки включенный режим плюс коррекции грунта не включена и отстройку от грунта тоже пока нам не надо делать вот в общем буду просто сразу показывать примерное расстояние и буду показывать сразу в да и как она озвучивает вот берем в общем сережка вот она громовой начинаю проверять вот видно что сережку громовую катушка видит хорошо вот средняя где-то 5 сантиметров на вот а если на 5 поставить хорошо следующая цель у нас будет крестик громовый тоже посмотрим как видит крестик катушка тоже увидит и видит она уже вот на таком расстоянии сантиметров 78 она работает уже определяет так что в принципе с этой катушкой крестики громовые тоже определяются если они сверху будут валяться а берем квадратный кулончик но тут уже существенная глубина тут уже видно что она уже вытягивает сантиметров 13 точно вытягивает довольно неплохой результат кстати для терки по громовому кулончику так круглый кулончик вот тоже самое но тут по моему уже немного прибавилось у нас глубины парус антиков вот показывает виды и ровно 4 сигнал не прыгает это уже на пределах вот сигнал чистый не прыгает ну ближе тут естественно 4 воды и короче не меняется кольцо проверяем кольцо сразу слышно воды и поменялся глубина тоже уже около 15 сантиметров вот видно и это чуйка у нас 27 не знаю вот колечко показаны показывают громовое колечко чистый сигнал все пробы полностью 585 вот все пробы одинаковые у кольцо хорошо вот такая вот расстояние это хорошо сравнить вот с рукой довольно глубоко катушка видит да да и вот показывает 6 так теперь берем вот этот крест полтора грамма вот он 50 сантиметров в длину все капсулы 50 посмотрим как видите его прибор довольно кстати хорошо видит уводим 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 ну вот 10 сантиков сто процентов так что в принципе верховые все золотые сложные сигналы терка видит катушка ellipse 1875 на стандартной катушке я думаю немножко увеличится увеличится должно сантиметра на 3 на 4 до 5 работает потому что там в принципе принцип коробка как говорил порывая между катушками разница так воды у нас четко два показывает ничего никуда не прыгает в общем все сигналы в принципе в фольговом диапазоне вот самая повышенная vd и было у кольца это это 6 это чисто фольговый сигнал так что в принципе на пляже копаются полностью все сигналы фольговые потому что наглядный пример все цели звучат 462 золотые кто отключает фольгу тут никогда в жизни не найдет ювелирку вся ювелирка вот это найдено приборами на море собрана специально для тестов громовые мы не будем говорить про 4 граммов 5 грамм там совсем другие параметры там совсем другие глубины вот там все аппараты их видят а вот например мы проверяли квест из x10 вот эту цель вот эту цель вот эту цель просто вот так вот по катушке прям вожу он ее полностью не видит малейшее было реагирование вот на этот крестик очень такой плохой ложный сигнал что существенная разница это заметно можно посмотреть тест не длинный на канале есть тест квеста x10 там будет сразу понятно в чем преимущество вообще аппаратов потому что этот аппарат он не такой уж и дорогой в принципе он стоит где-то в средней полоске потому что все аппараты сейчас по 1000 евро это там 500 чем-то стоит вот а x10 стоит там до 200 евро и вот в чем есть разница в принципе по цене аппаратов вот сейчас этот аппарат уже показал какой-то результат вот на эти вот цели сейчас я еще отстроюсь схожу от грунта в прибрежной полосе прибоя там совсем другие настройки совсем другой будет режим просто положу эти цели на прямо на песок на мокрый и проверим в принципе как видит аппарат вот эти например крестик и сережку колечки то эти кулончики он по-любому увидит а вот именно вот эти вот мелкие цели хочу просто для себя даже проверить как он их в соленой среде увидит так ну что мне удалось взять в аренду небольшой морской остров на нем мы проведем свои цели я сейчас хочу показать как включить режим пляж если что вдруг кто не знает я снял чехол чтобы было видно да нажимаем отстройка от грунта один раз и сразу же зажимаем в трюй раз еще загорелся вот тут значок режим пляж все теперь выходим отстраиваемся обратно от грунта в автоматическом режиме вот сейчас слышен фон все и вот слышно как он сразу же ушел аппарат отстроился все идем на остров будем пробовать как он видит цели именно вот в этом режиме короче вот так вот воткнул совок ручку примерно она около 14 сантиметров вот чтобы примерно видеть ориентир я сейчас один не помочь некому я буду по одной цели в той же последовательности ложить вот поставлю как-то камеру сейчас зафиксирую и просто прогнать по тем же настройкам и все как он видит там примерно потом расстояние будет видно все как-то вот так попробую поставить камеру вот вроде получилось поставить ну и смотрим сейчас у нас идет сережка первый сигнал теперь идет крестик не знаю как там будет видно вот идет крестик вот сигнал улавливается вот на таком расстоянии вот теперь у нас идет квадратный клончик он его довольно хорошо видит кстати вот вот на таком расстоянии он его видит сейчас возьмем круглый кулончик тоже расстояние теперь возьмем кольцо уже чуть-чуть выше на пару сантиметров и сейчас остался вот этот крест все у меня заканчивается аренда острова ну вот пора сворачиваться значит что у нас вообще по результатам быстро пробегут то что я знаю ничего нигде записывать не буду в общем что у нас сережка крестик до пяти сантиметров катушку можно вытянуть вот кулончик у нас круглый квадратный идет где-то 13 14 сантиметров это так на вскидку не надо там ничуть и сантиметра ловить вообще похер у меня вот колечко на два сантиметра больше чем эти кулончики вот потому что круглый предмет вот прибор их любит круглые предметы хорошо озвучивает и глубоко ловит вот это самая высокая цель хотя вес у них одинаковый но этот крестик там 5 6 7 сантиков можно вытянуть потому что он как бы большой и полтора грамма хотя внутри он пустой такие результаты на экстеру мне понравилось с этой катушечкой штатную не проверял не знаю буду ли я ее проверять 1875 у меня нет уж большой катушки вот там частота поменьше 7 с половиной килогерц вот ход именно 1875 вот так видит золотые цели все с тестом я закончил будут еще тесты других аппаратов смотрите на канале тест квест x10 уже видео есть я оставлю даже ссылочку на него кто хочет просто проверить сравнить пожалуйста заходите смотрите мы там тоже такой быстренько коротенький тест провели всем счастливо всем пока в мне знаете что Продолжение следует...